всем привет три минуты на вступление чтобы все кто приходит расселись по своим местам и дать возможность опоздавшим ну что будем рисовать я расскажу предысторию рисования и покажу как можно это все подготовить и так настоящий мастер-класс хотя нет может быть все-таки немножечко будет с уроком связано под мастер-классом я подразумеваю когда я просто сижу и рисую да а вы смотрите а урок это когда я беру на себя обязанности что-то чему-то вас научить короче мне есть несколько заказов они скорее дизайнерские чем художественные ну и вот одна организация фирма попросила меня сделать им для некоторой продукции виды одного из домов города иркутска сейчас уже зима и пленера как такового нет я примерно знаю что я буду делать там надо будет сделать этот дом это дом европы на энгельса так называемый дом европы я про него еще коротко расскажу когда буду рисовать вообще попросили меня его нарисовать как художник хотя я сразу теряюсь потому что если я начну его как рисовать как художник навряд ли он подойдет им для их продукции поэтому я буду как обычно всегда делать несколько вариантов один вариант будет именно так как я хочу один или несколько вариантов будет так как им нужно ну то есть там в векторном формате с обработкой для того чтобы потом можно было гравировать там с ним можно было работать делать его рельефным и так далее не знаю даю я может быть какие-то эти самые маркетинговые секреты но фирмы я с ним называю так или иначе вот эта тема дома европы вот этого кружевного знаменитого дома на улице энгельса если не ошибаюсь раньше она называлась жандармская ну летом я бы пошел да нарисовал да несколько и и получил бы огромное удовольствие от пленера сегодня я буду рисовать но извините за выражение по фотографиям хотя в принципе я этот дом хорошо помню и даже мог бы его где-то так частично нарисовать даже по памяти но куда удобный вариант удобный случай вот сегодня продемонстрировать что можно делать это не чистое естественно пленерное рисование скорее всего это я сейчас сегодня покажу определенные материалы сразу материалов но материалов бывает очень много да от масла холста и карандаш и так далее и так далее я уже там анонсировал чем я буду сегодня рисовать хотя это совсем не обязательно можно рисовать и карандашами и цветными карандашами и черно-белыми карандашами а сегодня я вот специально буду рисовать нечто подобное вот посмотрите у меня пачка это примерно ну так наверное пятая часть того что у меня валяется в завалах вот это вот примерно вот такие работы но вы их там в альбоме у меня можете посмотреть они сделаны вот как раз с помощью потом может быть они цветом сделаны да вот видите многие из них не закончены вот многие закончены но в основном это вот такой графический черно-белый вариант их очень много у меня в альбомах посмотрят да что интересно вот то как я сегодня буду работать это вот черно-белая такая акварельная монохромная техника кисть тушь перо да она потом позволяет переводить работу в такой цветной вариант это я покажу на следующем мастер-классе то есть как бы что можно сделать с работой вот вот эта работа делалась так как мы будем делать сегодня но потом она стала полноценной акварелью это вот один из секретов можно так сказать или мой прием я я очень не люблю учить приемом все таки я люблю учить искусству да но знаю что людям нравятся хитрости приемы и секреты как я уже сказал вообще как бы эта работа на заказ с одной стороны с другой стороны это я делаю для себя и то есть я не буду делать ее в том виде в каком это нужно заказчикам я просто сейчас можно сказать потренируюсь ну вот есть у меня дом европы я вы все в новогодние каникулы наверное отдыхали а я сходил на ангельса и сфотографировал вот этот дом у меня он и так нафотографировал но надо было свежие снимки вот сейчас переключаемся на мониторы покажу как надо подготовить фотографии но коль уж мы сегодня на морозе рисовать не можем то мы должны как бы работать с фотографиями и так что мы здесь имеем мы вот это вот та картинка она достаточно популярная между прочим вот она как раз сделана тем самым приемом который я сегодня попытаюсь показать да кстати тут вот коровка вас приветствую всех она говорит всем привет часто мне мешает но вот сегодня сидит тут помогает вот этот рисунок был сделан изначально черно-белой тушью таким акварельным приемом потом я сюда добавил цвет получилась вот такая вот акварель сегодня мы сделаем первый этап вот на другом мониторе у меня вот вот они у меня здесь фотографии да я это то что я сделал позавчера по моему походил пофотографировал я их сделал много чем отличается взгляд скажем фотографа от взгляда художника но я бы конечно в живую бы там походил по углам полазил бы сел бы где-нибудь и скомпоновал и нарисовал бы что-то фотографии этих очень много вот и я пока готовился немножко все таки я выбрал вот эту фотографию да этот вид точнее вот он мне нравится и еще несколько вот то что я сейчас буду делать это я делаю в голове а вам я буду показывать это на мониторе я не буду говорить какая-то программа фотошоп не фотошоп секрет короче говоря то меня кто-нибудь потом арестует итак вот это одна фотография вот перетаскиваем сюда вот эту фотографию 2 2 может быть и хватит хотя мне нужны еще ворота да вот здесь очень красивые ворота а вот еще вид есть еще вид есть с машиной да вот такой и вот если эту работу но ворота потом мы отдельно рассмотрим на другой фотографии вот 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 машинка я не знаю будет она мне мешать не будет но тут перспективы не совсем правильно но сейчас примерно все выстроилась мне как художнику совсем не важно вообще вот правильность всего этого потому что я потом буду только опираться на это мне достаточно будет фотографий которые рядом может быть я это делал и зря лично я бы например конечно для себя это не делал я просто показал примерно как работают мозги компоную что-то вот был один вид был второй вид повернули голову налево повернули направо вот она я ее перетащу отсюда на этот экран и здесь вообще как бы сейчас создам себе ну не то чтобы калаш а какое-то такое вот представление о том что мы там имеем вот домик интересный да вот в данном случае меня вот тут церковку вот это вот интересует вот ну и может быть этого достаточно еще конечно надо было бы открыть мне еще ворота но я пока не знаю буду ли я рисовать эти ворота ну вот в принципе мне этого наверное будет достаточно для того чтобы работать сегодня я буду конечно косить глазом сюда влево справа вернее а рисовать вот там вот слева и так мы имеем вот такие вот виды поехали и так справа от меня картинка я беру самые простые вещи вот то что я беру с собой на пленэр это вот такой патронтаж и еще иногда вот такая вот но я про нее уже рассказывал да про эту папочку а 5 формата ну как я обещал сегодня мы будем рисовать вот этими инструментами тушь перо это как бы тушь перо а на самом-то деле это те самые браш пены да так называется по-моему я опять же в английском не силен но я себе специально взял их вот сегодня а на всякий случай кстати говоря я вот ими рисую рисую и самому-то мне не очень нравится их таскать я почему-то прихожу к выводу что наверное я на следующий год на следующее лето даже не то что в мастерской а даже буду ходить обычной вот этой вот кисточкой вот этой вот кисточкой вот с моим любимым рейсфедером вот и буду носить обычный бутылек с тушью подозревая что это все будет даже меньше места занимать чем вот этот набор ну коль уж мы сегодня посвятили тему этому то будем работать ими вот они у нас начинаются секреты раскрывайте шире уши чем они заправлены они все заправлены разными чернилами тушью можно заправлять если она качественная но я тушью не заправляю заправляю хитрыми чернилами такими не скажу а не скажу потому что я хочу все-таки воспитывать вас творческое начало прикиньте что у вас есть черного под рукой по крайней мере я перепробовал все но начиная от простой туши причем тушь бывает насколько вы наверное знаете разная казеиновая спиртовая вот черные у нас есть всякие разные красители есть у нас чернила для принтера есть у нас специально сейчас продаются черные чернила причем они тоже разные есть чернила которые высыхают и не смываются есть которые высыхают смывается и так далее экспериментируйте ничего не буду подсказывать ну если сильно кто-то захочет то скажу вот самое интересное в этих вот штучках ну это обычная гелевая ручка она мне дает возможность да кстати чем отличается рисование тушь перо от карандаша самое главное условие которое я изначально ставлю перед собой а я исповедую так называемое честное искусство да что если я взял жидкий материал ведь собственно вот смотрите зачем мучиться и носить с собой эти вот чернильные вещи если они могут протечь там кстати было такое там они могут поломаться протечь когда можно рисовать карандашом да можно рисовать карандашом можно подкрашивать значит даже тон вот такой вот и собственно создается ну практически тот же самый рисунок и смотрите примерно идентичная линия которая дает нам ручка которую дает нам это она тоже дает конечно она дает но что мне нравится вот именно в этом материале два качества первое что это почти неисправимая вещь карандаш можно потереть там стереть карандаш он действительно эскизный он сам по себе а это уже все это как вот начал делать так и в этом есть знаете изыск мастерства скажем так мне это нравится я себе конечно усложняю жизнь но мне нравится работать но знаете как не в цирке с усыпленным тигром прирученным а выйти на природу я же с природы работу а выйти на природу и или работать с живым материалом который тебе не очень-то сильно подчиняется у меня эти вещи заправлены разным консистенции тушью короче говоря есть гелевая ручка есть ручка с пером вот которую я усовершенствовал я не помню по моему я про нее рассказывал я ее сделал сам а вот эта часть от этого брошпена да ну то есть полиэтиленовая и если так вот нажимать то она вот сюда будет капать что очень удобно да самоделок много и перо я затачиваю по-своему она позволяет не давать вот такую линию до рисовать и волосяную есть кисть настоящая да это все черное есть у меня вот с беленькими полосочками чистая вода вот изыск работы с этим материалом она нужна мне для того чтобы получать вот такой эффект коль уж ты взял работать жидкие вещи изволь сделать так чтобы они потекли у тебя вот чтобы этот эффект растекаемости появился вот он вот появляется характерная для этого материала форма собственная вот это надо обязательно использовать вот для чего я беру и так черные чистая вода вот в этих двух хотя можно и одной собственно да и два две ручки серым вот что интересное но я уже говорил это серая заправка и вот это тоже потемнее особенно вот интересно вот этот вариант вот он такой темнее и он может быть и серым да и может быть когда его наносишь несколько раз вообще линия она почти черная да а когда наносишь его раз потом два потом три потом четыре и он превращается в черный таким образом мы будем рисовать не чисто черную черно-белый рисунок а вот такой вот тоновой с тем расчетом чтобы его потом можно было переводить в акварель или скажем так в подобие акварели ну что поехали я не знаю у меня нету рецепта я не знаю с чего я начну вот многие ваши умные учителя они знают с чего начать говорят сначала надо это потом надо у меня каждый раз все по-новому по-разному я не знаю правда не знаю что получится как получится вот вот здесь вот ворота у меня будут наверное будут да я надеюсь видно там что я рисую потому что она достаточно жидкая вот что у нас темнее что светлее должно быть тогда вот здесь вот ворота будут у меня там так там домик стоит да самое интересное там вот в дымке находится вот такая вот эта вот башня убогая ну про архитектуру я буду говорить отдельно да и здесь какая-то башня стоит да а здесь так вот таким вот серым я себе наметил что машину здесь будем рисовать там у меня машины есть ну давайте нарисуем машину вот здесь какая-то машина стоит а здесь более темные ворота ну что какие-то акценты будут не будут я могу рассказывать о чем я думаю когда я смотрю на эту картинку я на нее глядя подумал о том что мне нравится вот тут яркий проблеск неба мне нравится ну естественно всем нравится ажур вот здесь контраст вот этому кубику унылому и противному да и шапки снега вот на воротах здесь да ну и конечно сочетание белых пятен я это вижу я это вижу я понимаю какие это буду делать мне действительно достаточно сложно говорить хотя пытаюсь хотя пытаюсь да и так берем ручку это пульверизатор и начинаем рисовать для вот то что вода дает манее вот этот вот растекающийся здесь труба удосточная да здесь там потемнее а здесь начались кружева я уже где-то объяснял да что я кружева принципиально не рисую вот а там купол такой вот и хорошо что он у меня там расти как растекается как бы в воде потому что понимаете в природе мне почему и нравится работать этим материалом потому что он не дает уход уводит меня от чертежа до уводит меня от чертежа мне собственно это и надо поэтому когда я вижу что люди как-то старательно пытаются вычерчивать дом я понимаю что они не художники даже не фотографы да и чертежники и там отсутствует у них самое главное у них отсутствует их темперамент тут здесь вот я вот отчетов хвастаться вот в этом движении в В этих движениях есть я, в этих движениях есть мой темперамент, да, в этих движениях есть то, что называет моя душа, да, вот я двигаюсь так. И вот в этих движениях заложена суть моего характера. Вот почему я не люблю работать на заказ. Потому что работая на заказ, мы получаем работу под заказчика, и мы там себя теряем. И когда я буду делать эту работу, да, вот, для таких заказчиков, я, конечно, не буду таким смелым. Вот сейчас я смел до нахальства. А что, я хозяин, что хочу, то и делаю, мой листочек, мои руки, вот. Ну, что-то начинает выстраиваться, вот тут машинка, тут это, тут это, там, там же тоже ворота, да. Так, вот они, так идут, так идут, так идут. Так, там домик есть, еще один. Я примерно догадываюсь, что из этого у меня потом в результате получится. Может быть, вы сейчас не совсем понимаете, чем я тут занимаюсь. Вот. Но я пытаюсь объяснять. Я сейчас создаю вот эту схему, структуру. То, что касается деталей, конечно, этот дом красив своими деталями, что там говорить. И покопаться в них было бы тоже интересно. Но пусть копаются студенты-архитекторы, которые... Здесь какая-то решетка, вот я ее плохо вижу, поэтому я ее и не буду вырисовывать. Она какая-то есть там, и поэтому не буду вырисовывать. И опять все это побрызгаю водой. Вот. А вот здесь вот у меня... Да. Так. Вот здесь белая полоса, здесь белая полоса. Белая полоса я условно называю, да, это самое орнамент. И здесь такое явное окошко. Вот оно. Вот для чего мне нужна гелевая ручка, что когда подводит это перо, а некогда, некогда, некогда набирать. Вот так вот. Вот тут, тут, вот тут много-много орнамента, да. Вот он вот такой вот, ажурное-журное-журное-журное-журное-журное-журное. Ну, я вам хотел напоследок это сделать, так сказать, эффект белого. Но поскольку здесь мне сейчас это надо, то я сейчас белый цвет введу чуть раньше. Вот он. Поскольку дом-то покрашен, и вот эти орнаменты выкрашены, да, мне интересно вот отследить... Не отследить, а показать, да, вот эти белые проблески, просветы, да. Со снегом мы потом разберемся. А вот, когда я сейчас так сделал, то мне это легче рисовать. Окна. Вот так вот они там. Вот этот дом носил название «Кружевной дом». Я тут посмотрел перед тем, как этим начать заниматься. Ну, естественно, наши... Не знаю кто. Власти, что ли, кто. Это же дом Европы теперь. Это был дом купца Шастина. Кружевной дом, построенный в... В середине девятнадцатого века. И там написано, что там по велению городских властей и так далее, дом было решено сохранить, реставрировать, что он является визитной карточкой, в общем-то, отношения и любви к архитектуре. Восстановили, восстановили. Только вы знаете, секрет-то простой. Мало кто это знает, что никто ни черта не восстанавливал. Это, наверное, все люди теперь, которые ходят вокруг и думают, что это сохранено, восстановлено. Нет. Иркутяне, и я помню, с прискорбием, что никто его не восстанавливал. Его просто снесли под бульдозер и заново построили. Здесь нет ни одного настоящего бревна. Это 15-20 лет назад заново построенный макет дома Шастина. Вот и все сохранение. Кому-то это без разницы, а я считаю это обманом. И вот сегодня я его рисую. Да, и та же самая трагедия ведь произошла с домом Волконских, да. Его же тоже недавно полностью разобрали, снесли, и ни одной половицы, по-моему, там так и не осталось. Все, намоленность закончилась. История на этом закончилась, появилась. Ну, я об этом говорил, и я об этом еще скажу. Сейчас не буду я об этом говорить, портить какое-то строение. Ну, только вот визитная карточка, как они это назвали, да не визитная эта карточка. Ну, он визитная карточка такая, макет, да. Ну, лучше, чем 130-й квартал. Что там говорить, безусловно. Так, ладно. Наверное, для мастер-классов, для подобных, надо делать размер поменьше. Просто, чем больше размер, да, тем больше времени уходит. А я все-таки хочу уложиться, ну, максимум в час. А боюсь, что час уже не получится. Боюсь, что будет больше. Вот. Может быть, не надо болтать. Кстати, вот там снег. Ну, что, будем рисовать снег? Будем зиму рисовать. Сразу оговорюсь, что вот сочетание белой пастели с мягким, с водой, это нежелательный прием. Нежелательный. Ну, я не знаю, я потом найду оправдание этому. Мне это ведь нужно больше это как эскиз. Наверное, по-хорошему, сюда лучше было бы применять гуашь. Наверное. Но поскольку я это делаю все равно в качестве подложки, эскиза для будущей работы, то мне эти белые пятна, ну, потом я, может быть, их доведу и гуашью. А сейчас они, скорее всего, это рэперы такие, да, белых пятен. Вполне возможно. Ну, и вот. Поскольку вот моя задумка-то была вот на этом белом построить, да, построить на этих белых шапках, вот этих вот ворот, да, вот. Как всегда, как всегда, я себя почти сознательно заставляю отказываться. Вот здесь вот белые такие, фартуки какие-то, да. Самое интересное нас ждет вот здесь, в этом месте. Я это готовлю, как бы, себе такое на сладкое оставляю. Обратите внимание на окна, на переплеты. Все это можно прорисовывать. Вот теперь вот, когда есть время у человека, да, и делать нечего, вот он может сидеть вот так вот вырисовывать вот эти все. Можно досконально вырисовывать. А можно это делать, опять же, своим авторским жестом, вот примерно так, как я улавливаю. Только улавливаю, вы знаете, так вот, как бы нечаянно улавливать. Вы меня извините, что я не смотрю на комментарии. Может быть, я потом, если там есть какие-то вопросы, я потом, если вы понимаете, некогда. Хотя я вижу, там что-то пишет кто-то, да. Вот. Конечно, интересно, я говорил, поработать вот с этими орнаментами, прорисовывать их. Но это другая немножко работа. Это немножко другая работа. Мы же не реставрацией занимаемся. Мы создаем образ. Создаем, именно создаем. Вот он вот там вот есть, а мне надо создать свой собственный. Или, по крайней мере, на его основании. Вот. Мне надо насытить этот рисунок собственным, ну, да не побоюсь я этого слова, собственной энергетикой. Вот. Вот в чем секрет. И если получится, ну, я надеюсь, что получится, что если получится, то этот рисунок будет нравиться не только иркутянам. Вот ведь секрет-то. Он будет интересен китайцам, например, который как бы к этому дому-то сильно особенно не имеет такого уж прямо касательства. Но китайцу будет интересна насыщенность этого рисунка моими жестами. вот. Там такие, в общем-то, красивые ворота. Не ворота, а, как это сказать, козырек, то есть, не знающий. Да. Ну, мастер-класс с мастер-классом. Да, кстати, ну, тут вот это все гораздо темнее. Я не знаю, можно взять нахально совсем темный цвет, да. Я пока боюсь. Вот. А вот это, рельеф этой бумаги, он для чего нужен был, что он помогает выявлять фактуру как раз по сути дела дерева. И опять же, это не дерево, это я, я же это делаю не специально. Дело в том, что наш взгляд, когда мы смотрим на эти вещи, он весь, ну, как бы, дребезжит. Наши глаза, наши, мы же видим, ну, вот, это импрессионизм, короче говоря, что тут мудрить. Импрессионисты об этом говорили. Вот интересный вопрос, да, всегда возникает, стекла темные должны быть или светлые? Ну, это загадка на дом. Подумайте. Вот здесь вот стекла у нас, да, они, что? Вот, когда вы рисуете, вы задаете себе вопрос, каким цветом, вернее, не цветом, а черные они должны быть или светлые? Вот, вот здесь у меня сейчас светлые, и вот остается загадочка такая, да? Ладно, я много рисую, надо быстрее, я уже начинаю себя подгонять. И не потому, чтобы успеть в этот мастер-класс, да, а подгонять я себя начинаю потому, что я темп теряю, теряю темп. когда я теряю темп, то рисунок начинает как бы задыхаться, и он потом становится унылым. Вот, не хочу быть, будь помянут, академик Андреяка, да, ну, кто-то ходит на его уроки, кто-то учится у него, не знаю. Я, честно говоря, когда побывал на выставке, тут в Иркутске у нас была, ну, вышел буквально с тошнотой оттуда. Ну, вот с тошнотой, мне было, меня тошнило от, от, от какого-то нафталина. Вот. Там даже не сон был, чувство разума, а там был такой вот унылый-унылый нафталин. И там работы его учеников, как бы, да, и его собственные, они все похожи одним на другие. А как-нибудь похожи, когда люди просто досконально пытаются срисовывать то, что они перед собой видят. И я там не вижу людей, я там не вижу авторов, я там не вижу авторов. Ну, так вот, что мы тут имеем? Мы, вот, ай-яй-яй, ну, вот, заготовочка. Мне не нравится, что эта кисть дает неровный цвет. Сейчас я вот эту штуку возьму. Все-таки, но я обещал брашпеном рисовать, поэтому я не буду брать кисть, хотя очень хочется взять обычную кисть. Ну, будем считать, что мы на пленере, да? Мы же имеем возможность вот так вот и водички сюда добавить, мне нужна ровная, ровная сейчас заливочка, а она нужна для того, чтобы нарисовать вот этот вот убогий куб, который стоит. Вот наши градостроители хвастаются, ну, хвастаются, что они создали визитную карточку в виде этого дома Европы. Кстати, он чисто коммерческая, естественно, там это, да, дело, там гостиница, там еще что-то. Ну, ладно, что тут, хоть что угодно, хоть горшком назови, да, только в печень сойди, а с нашей ситуацией, надо говорить, ну, пусть там что угодно будет, лишь бы, ну, дом жил. Ну, самое-то обидное, может быть, для вас это, опять же, непонятно, а дом-то для меня этот не живой, он не настоящий. Такой улучшенный вариант 130-го квартала. В 130-м квартале сколько настоящих-то домов? Раз-два и общался. Вот. А там машинки ездят, да. И что мне нравилось, да, еще вот здесь опять тоже такой вот, собственно, вот он стоит, в окружении вот этих вот коробок. Вот так вот. В принципе, можно здесь справа нарисовать. И там, я помню по фотографии, там вот здесь вот, вот здесь вот, через дорогу стоит дерево. Дерево сюда, и поэтому я это дерево сейчас, как бы, тут им рисую. Вот таким вот образом. в любом случае, я сейчас уже работаю, ой, рисую не как. Да. Так, 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 так. И опять воспользуемся водой и ручкой. Все течет, все изменяется, да, все расплывается. И в этом я вижу кайф, прелесть и честность. Я даже, я же ведь не знаю, как это все расплывется. и мне интересно играть. Ну, в данном случае, не с огнем, а с водой. Да, ну, в общем, вот такая вот игра. Игра с огнем, игра с водой, игра с природой. Ну, в данном случае, это не самый, может быть, характерный вариант. Здесь вот, ну, я вот там имею возможность приблизить, да, там вот орнамент такой вот. опять я его не вырисовываю, я только показываю, что там ажур, 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 такой вот. Здесь тоже, все, дом он и назывался Кружимным, да. А вот это я зря сделал. Не надо штрихами работать. Вот линии можно, а вот штриховкой вот такой вот жесткой, как я здесь сделал, нельзя, это уже другой прием. Здесь вот уже перебор, обратите внимание, вот интересная, как бы, философия формы в данном случае. И так уже много всего. Есть линия растекающаяся, есть пятно, есть белое пятно, есть темное пятно, и вот когда я начал делать вот в этом месте вот такое вот движение, чувствуете, что это уже излил... Вот когда я делал вот здесь вот так вот, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это был танец в ритме, так сказать, вот этого рисунка. Как только я начал вот делать вот такое, а это тоже, в принципе, правомерная работа, вот работать вот таким вот штрихом, да, но в данном случае вот этот штрих как бы заменять должен вот это пятно. Но коли я взялся работать пятнами, то вот этот штрих уже становится конкурентом, и вот то, что я здесь вот так вот подштриховал, все, у меня здесь мой тонкий вкус сразу где-то вот у меня это самое надо исправлять, пятном надо исправлять, вот пятном надо исправлять, да, многие этого не замечают. И вот перебор, перебор средств в форме как раз и характеризует, ну, отсутствие вкуса уж извините меня, я не буду хвастаться там, что я такой вот великий. Нет, я могу все-таки, я, мой опыт мне говорит, что вкус у меня все-таки есть, хотя я часто делаю, может быть, какие-то вещи выходящие за рамки вкуса, но это потому, что я вот так работаю, потому что вот этот экспромт мой сознательный, он не позволяет, и в этом честность, вот. Меня сегодня и часто просят, научите нас рисовать, нам нравится, как вы рисуете, и так далее, и так далее. А мне так трудно ответить на это вот, потому что я же не могу рисовать, заставлять быть нахальными, да, людей. Так, вот здесь вот что-то я не то сделал. Вот здесь много линий, видите, много, раз, два, три, это перебор, их надо убирать каким-то образом, не знаю как. Наверное, так. Хотя вот тоже, вот эти три пятна легли неудачно. И вот оставим, а то я сейчас здесь напорчу. Я потом подумаю, что здесь сделать, походу, да. Вот здесь интересный момент. И здесь, и здесь, и здесь. Ну, в общем, близится к концу. Там, правда, окошечки есть какие-то, не знаю, надо, не надо. Вот надо ли вот это детализировать, это отдельный разговор. Всегда, всегда, всегда сомневаешься, чтобы лишние детали не сделать. Вот. Может быть, вот этого и достаточно. И там вот дерево есть. А будем мы его рисовать или не будем, я не знаю. Надо это дерево рисовать. Не знаю, не знаю, не знаю пока. Но там есть светофор, светится. Тут вот дерево. А дерево у нас вот такое. вот так вот. наверное, зря. Потом вот здесь вот деревья пошли, да? Вот. Ну, законченность всему этому придадут столбы. Столбы и так далее. Вот здесь вот надо. Надо, наверное, да? И каждый раз вот так вот думаешь, а здесь надо, а здесь надо, а здесь надо. Ну, вот здесь я сейчас уже, уже в самом начале видел белые пятна. Может быть, это и правильно. А здесь там у него идет вот такая вот тоже такие вот штуки. Да. Может быть, это и правильно. И что интересно у нас здесь? так. Вот есть большой соблазн. Вот там вот в просвете там вот светится вот этот фасад пятном таким. Вот. Видите, как он засветился? И розовым там каким-то вот не знаю, надо вводить? Нет. Наверное, все-таки вот есть соблазн. Вот я сейчас покажу. Но я не знаю, видно ли это на мониторе. Чуть-чуть розовенького добавить. Потому что там даже не розовенького, наверное, а охры. Вот так вот. Но я добавил и уберу. Это я покажу, что это лишнее. Это лишнее. Вот. Это лишнее и это надо убирать. Не знаю, как сейчас теперь смываю. Цвет здесь лишний. Вот. Неудачное место вот это. Буду исправлять как-то. Здесь вроде бы все пошло нормально. Здесь мы сейчас все подправим. Здесь стоит машинка. Ну что, поехали, будем рисовать машинки. и человечков. А, да. Где у меня моя ручка? Вот она. Вот у ручки есть качество такое, когда она подсыхает, то достаточно нажать и она начинает течь. Так, машинка. Так, 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 машина. Там их несколько стоит. Крыши у них тоже там светятся. Это, вот, я это тоже оставляю себе на сладкое, на вкусное, что там все должно засветиться. Там должно все засветиться. Не знаю, надо мне здесь эту машину рисовать или не надо. Не знаю. Я пока думаю. Пока думаю. Пока я порисую дорогу. Вот. Что будет здесь, я не знаю. Сейчас вот это может линия лишняя была. тоже не знаю. Это мы потом пятна будем смотреть, как они распределяются. Хорошо или не хорошо. Надо машину или не надо? Не, нет, не надо. Не буду. Я лучше вот там эти машинки нарисую, да? Вот там вот вдали. А здесь не надо, а здесь можно, да, здесь можно людей порисовать. Здесь люди ходят. Разные. Потом я вот уже сейчас предполагаю, что когда я это буду как-то делать в акварели, то это все заработает цветом, да? А сейчас мы пока делаем такой вот знак, знак иероглиф. Да, вот здесь сейчас высохнет, я сюда белое веду, потому что розовое здесь лишнее. Ну, не знаю, видите вы это или не видите, но я вот вижу, что розовое там просто может быть монитор не передает. Я очень тоненько-тоненько так это под розовым сделал. Здесь домик сам потемнее, мы его сейчас закрасим. Так, один из принципов, которые я тоже исповедую, проповедую, что любой грамотный, хороший рисунок, если он сделан честно, я буду часто повторять это слово честность, потому что я даже хочу сделать такой канал и сделать вообще принцип честного искусства. Вот так вот, честное искусство сейчас, потом я отвлекусь. Если ты начинаешь, вот вы можете вспомнить, как я это начинал, да, но опять же я не хочу себя прямо приводить в такой прямо пример такой вот. Ну, коль я взялся учить, то почему бы и не привести себе примет. В данном случае все это является примером для кого-то. Ну, если не для подражания, то по крайней мере для того, чтобы принять это во внимание. Вот там темное пятно мне не очень нравится. Так вот, продолжаю. В любой момент остановить работу можно и она должна быть как бы закончена. Вот провел ты первые три линии и если ты художник, если ты это сделал искренне, если ты, то нету никаких подготовительных там, нету никаких, ты все, ты начисто делаешь это сразу и первые линии, они уже сразу являются произведением искусства. Я к чему это клоню, что в принципе можно сейчас остановиться и уже что-то произошло, уже состоялось. Можно даже не дорабатывать. И часто, кстати говоря, мне вот работы мои и не хочется дорабатывать, потому что в них есть хорошее начало, которое можно испортить плохим концом. Так вот, лучше сохранить хорошее начало, а незавершенность, кстати, один художник, который, ну, как бы, мне не очень импонирует, и я хотел его как-то покритиковать, а у него все работают, они все какие-то такие вот недоделки, как будто начато, 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 недоделанно, но это не принцип его, я так думаю, но он мне ответил, я спросил, почему они у тебя все недоделанные такие, и он тогда меня натолкнул на мысль, но он это нечаянно сказал, я уверен, что это не его, так сказать, плод рассуждений, но он так пошутил, он даже усмехнулся, так посмеялся, а я-то взял это как бы себе на вооружение, я понял, что в этом и есть как бы истина может быть, а он мне ответил, говорит, а это чтобы зритель, сам додумывал, мол, я их не доделываю, чтобы зритель сам додумывал, но разница есть в недоделанности, одно дело, когда ты начал и видно, что она как бы не состоялась, то есть недоделка, недоделка явная, а другое дело, когда ты сделал три линии и они уже состоялись как три линии, пусть это не получилось то, что ты хотел, да, вернее, не получился завершенный, скажем так, этот самый рисунок, сюжет, а линия состоялась, и я думаю, что если кто-то тут что-то про абстрактное искусство когда-то смеялся где-то, то я его всегда отстаивал, в общем, мне близко все и абстрактное искусство, и любой формализм, вот, и реализм в том числе, но реализм это одно, вот, и так, оставляем вот здесь такие вот так, пятна, это машины, там ведь оттуда светит свет, вот, убираю я этот неудачный свой розовый и начинаю вот этот просвет там и вот здесь вот у дома есть светящаяся такая штучка, ну, и здесь вокруг этого дома ореол такой идет, я пока думаю, не знаю, кстати, хорошо, когда работаешь с товарищами, с такими, какими коллегами, да, я сейчас не смотрю, кто там меня смотрит, может, меня там вообще никто и не смотрит, а я тут это самое разглагольствую, ну, ладно, останется для истории, вот теперь вопрос, а надо ли там вот высветлять вот это небо, не знаю, не знаю, не знаю, наверное, не надо, а если и надо, то очень-очень-очень деликатно, не знаю, подумаю, наверное, начинает спорить вот это небо, но я не знаю, с другой стороны, за счет фактуры здесь появляется такое дребезжание, вот такая как бы аура этого самого воздуха, тем более здесь неудачно вот это пятно засадил, а вот здесь вот мы сейчас вот это как раз и подправим, да, вот, вот, вот эти пятна мы подправим, еще раз повторяю, для тонких ценителей и для себя, что сочетание мела и жидкого материала туши вообще-то это дурной тон, вот, но знаете, есть такая мудрость про человека, которого не помню, где, кто, когда, можно ли есть держать вилку в правой руке, и кто-то из очень как бы воспитанных и знающих этикет людей вдруг взял вилку в правую руку, начал ей есть, а кто-то там страшно удивился, как так, почему он нарушил этикет, а что другой там воспитанный человек сказал, а вы знаете, он настолько этот товарищ у нас воспитанный, он действительно знает и умеет есть левой рукой, что он может себе позволить, когда ему хочется взять вилку и в правую руку, это я оправдание себе такое сейчас придумал, по поводу того, что, ну вот, если я знаю, да, что не надо бы сочетать это самое с тушь и пастель, я сам часто ругаю, когда вводят пастель в этот самый в акварель, это тоже дурной тон, не знаю, что хуже, гуашь добавлять в акварель, еще, чистота, чистота материала, стиля, она, конечно, должна сохраняться, вот, но повторяю, я себя сейчас оправдываю тем, что вот этот рисунок предназначен для дальнейшей работы, это, скажем так, эскиз, ну и может быть еще это демонстрация средств, в общем-то, в общем-то, почти и хватит, час прошел, принцип я показал, надо ли дорабатывать, не знаю, может быть и стоит эту работу отложить, не полежить, там так сказать, отлежиться, может быть захочется сделать несколько штрихов, может быть не захочется, не знаю, что тут еще, а, человечка своих зарисовал, надо бы их восстановить, все-таки люди есть, черные силуэты, такие, ну что делать, черные люди, да, черные, как кто-то мне там написал, да, что вот мой город населен какими-то зомби, что ли, да, ну нет, я, я хочу, кстати говоря, сейчас выдаю свои планы, серию такую сделать, где будут у меня люди ожившие, действительно, реальные, там, с эмоциями, я это сделаю обязательно, вот, а пока что у меня главный герой, то есть люди у меня здесь, как бы, актеры второго плана, и вообще даже, в данном случае, кстати говоря, точнее сказать, люди у меня антураж, а главный герой город, я, между прочим, очень долго, по началу, где-то лет, ну, по первости, вообще город без людей всегда рисовал, потом мне кто-то чуть ли не упрек сделал, и сказал, а что у тебя город, в городе людей нет, а я, в общем-то, никогда не задумывался, но я потом нашел этому объяснение, почему мой город без людей, я это объяснил, потому что, говорю, для меня город самодостаточен, вот он, он сам по себе, и он является, в общем-то, главным героем дома, дома, архитектура для меня, это главные герои, вот, дома живее людей в данном случае, то есть, я же рисую, ты понимаете, душу города, и люди могут быть здесь даже мешать, в общем-то, вот такое я оправдание придумал, там, значит, какие-то фонарики, там, значит, проблески какие-то идут, вот, ну и самое, может быть, тут стоит, не стоит, ну, наверное, стоит, а куда-то, нигде, не все так, на машину, не, не буду, я вот ее сильнее прорисовываю, а вот эту вот ерунду, вдруг так вот резко посреди света я нарисую, что это, а сейчас поймете, это опутавшие нашу землю сети, электрические провода, я уже как-то где-то говорил, что не ошибетесь, рисуйте вот такие линии в городе, не знаю, как в других, кучу вот этих, извиняюсь за выражение, я их называю, а что делать, они так и есть, проводов, которые, по-моему, да сами электрики их называют, сопли, они везде висят, вот, там, значит, от одного дома к другому, огромное количество, но это, этому я посвящу отдельную тему всяких знаков, наши работники-гаишники, там, или как их называют, ГБДДшники, да, они сейчас с ума сходят, они, я начинаю считать на перекрестках этих знаков, до 20 знаков на перекрестке, и они еще вводят, и еще вводят, и еще вводят, но это отдельный разговор, вот, не знаю, ну, вот так вот, так вот, так вот, здесь надо или не надо, я думаю, 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 но думаю, что на сегодня просто хватит, не потому, что я закончил его, а может быть, и закончил, не знаю, вот, конечно, для покупателя, скажем так, для потребителя, хотелось бы, наверное, чтобы здесь было прорисовано все эти, ну, я и прорисую, как только мне кто-то скажет, хочу купить картинку, в которой будет нарисовано, вот, все досконально, я ему возьму, да нарисую, а честно говоря, это же я не нарисую, я просто срисую, а еще честнее говоря, это вот сейчас я рисую, да, а когда надо будет прорисовывать все эти орнаменты, я их просто, ну, обведу, у меня есть картинка, у меня есть, у меня есть фотография, я наложу поверху калечку, да, по калечке вот так вот обведу, и вот такими, такими картинками заполонен наш, наши бутики, да, да, он берет, ну, ну, и пусть берет, то есть, там, не поймешь, то ли это фотография, то ли это подделка, ну, то есть, понятно, что подделка, понятно, да, ну, они, вот эти вот, путаненькие, ладно, все, не буду, отвлекаюсь я, когда говорю, много, да, да, здесь белая, поэтому сломалась, вот мел у меня ломается часто, да, темперамент, часто, конечно, ломаются все эти вещи, так, так, там белая, 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 теперь, вот, загадка, вопрос, ко всем, домашнее задание назовем, да, а вот скажите-ка мне там, потом будете, те, кто смотрел, если кто-то смотрел, я вот тут, мне некогда было смотреть, смотрит ли кто-то, я сейчас, я сейчас попробую пролистать, если будут вопросы, попробую на них ответить, вот, еще, может быть, минут 15 как-то поговорим, интерактивно, вот, ну, по крайней мере, по крайней мере, вот такая картинка у нас почти состоялась, я сразу говорю, что, вот, непонятно еще, что здесь, может быть, еще, вот, непонятно здесь, да, еще пока, вот, может быть, здесь непонятно, здесь, надо, не надо, вот, но заложена суть, я пока продемонстрировал, как бы, возможности материала, может быть, не самым чистым способом, здесь есть вот эта вот путаница с мелом, есть, значит, не совсем, может быть, удачные пятна, и тем не менее, когда меня просят, покажите, как вы рисуете, ну, вот я и показал, сегодня лучше, завтра хуже, самое интересное, что я, будет время, я из этого потом сделаю вам, может быть, цветную работу, надо, не надо, а может быть, это будет основа, а в принципе, в принципе, это ничего, это просто я сидел, и получал удовольствие, от этого рисования, ну, вот, все, вот такая картинка, а я тут посмотрю, какие-то, ладно, надо, буду, буду потом разбираться, и отвечать, видимо, потом, сейчас сложно, Герман Визудис, спрашивает, белый цвет чем, ну, я уже тысячу раз объяснил, да, мелом, мелом, хотя вот, сейчас вот думаю, что надо было для чистоты, как бы, стиля делать это гуаши, но это будет следующий, вариант, ну, особых вопросов нет, так вот, тут пишет мне Рустам, что дома позади легли, как родные, да, да, это можно сказать удачно, спасибо, я тоже это заметил, что левая часть у меня, вот, лучше, чем правая, еще Рустам пишет, город существует совсем в другом, другой шкале времени, это как съемка на длинную экспозицию, машины, те видны, тогда становятся только заброшенные, так, интрига, что будет в левом нижнем углу, Юлия спрашивает, а, я сам не знаю, а, Юлия, я вам сейчас отвечу, что будет в левом нижнем углу, покажу, в левом нижнем углу будет вот это вот, вот, и сегодня у нас восьмое, уже девятое, ну, восьмое все-таки пишем, да, или девятое, девятое, и еще в этом нижнем углу будет написана одна интересная фраза, я о ней скажу попозже, вот, такая картинка существует, есть, добавлю, не добавлю, на этом, наверное, закончим, вопросов я особых не вижу, значит, если будут, мы, вот, я сюда вернусь, к этой трансляции, и письменно потом всем отвечу, на этом, наверное, пора заканчивать, я и так уже, ну, да, час как раз, собственно, наверное, и потратил, это мой первый опыт, если что не так, сейчас я поверну камеру, вот, помогала мне моя коровка, времени столько, а сейчас, я переключу на себя, ну, что, на этом закончим, прошу прощения за сумбур, за, может быть, не самые лучшие варианты, я не ставлю перед собой целью делать какие-то идеальные, мастер-классы и уроки, тем более, вот, в такой, вот, домашней обстановке, да, и вообще, как бы, никогда не стремлюсь, какой-то такой, вот, прямо, вот, жесткости ремесленной, вы у меня дома, я тут порисовал, показал, как это получается, что-то получилось, что-то не получилось, я думаю, если это людям понравится, и будет набираться хотя бы 10 человек, ну, я буду дальше работать, ну, и 2, и 3, и 4, тоже можно, хотя, конечно, времени на это уходит много, конечно, рисовать не в прямом эфире, как бы сказать, комфортнее, проще, хотя, так тоже интересно, ну, и закончим эксперимент, такой вот, не знаю, меркантильный, не муркантильный, я тут где-то себе составил, сейчас я его найду, вот, я выложу сейчас это туда, все, кто смотрел, я написал такую вот штуку, доната арт, добровольные пожертвования, чтобы нам, я тут пишу, вы можете выразить свою оценку, кстати говоря, оценка же может быть и минусовая, да, с минусом, вы можете выразить свою оценку этому мастер-классу и стимулировать мое вдохновение в любой форме, вот, в том числе и перечислением универсального эквивалента благодарности на мобильный сбербанк моего телефона, и дальше, сумма может быть мизерная, не стесняйтесь, главное, это интерактив, я вам, вы мне, сколько, ну, вот, сколько я мог вы, я, мой расчет очень простой, даже если 10 человек кинут по 10 рублей, это может спасти нищего зимой в тайге, он может себе купить булку хлеба и бутылку пива, может спасти человека от голодной смерти, а есть, а мне это даст возможность купить еще там 10 листочков бумаги, заплатить за интернет, и совершенствовать эти уроки и мастер-классы. Поговорка есть такая, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей в фейсбуке, каждый из которых может тебе так незаметно для себя кинуть по одному рублю. Не хочу заканчивать на меркантильные нотки, это почти шутка, я никогда не рассчитывал на деньги, просто мне интересно как бы весь комплект, так сказать, получить, и показать, и получить, ну и монетизировать все это дело. Все, дальше будет еще интереснее, это я вам гарантирую, потому что секретов много, у меня материалов много, и я буду учиться, буду менее многословным, вот, буду более четко ограничивать как бы подачу, потому что сегодня всегда хочется сказать многое, а это, конечно, не всегда лучший вариант, и вот сегодня я тоже хотел как бы, вот понимаете, и про это, и про это, и про это, и материалы даже немножечко попутал, меня все-таки вот совесть меня, так сказать, под, покусывает, что я вот мел соединил с тушью, может быть, на это мало кто обращает внимание, а мне, а мне, а мне немножечко стыдно, ну, вы об этом знаете, я об этом честно сказал, ну, все, заканчиваем, до свидания, до свидания, до свидания, это коровка моя, она тоже с вами прощается, всем до свидания, все, до свидания, пока, боются, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, Продолжение следует...